Но! Месяц произошла бы ценой гибели России, как государства, и не факт, что не погибла бы как страна. Здесь даже не о поражении войны идет речь. Страна бы просто рассыпалась. Именно поэтому я резко выступил против мятежа и был готов, как и мне все, на самом деле весь клуб рассерженных патриотов, был готов противостоять ему любыми средствами, даже с оружием в руках. К счастью, это, во-первых, не понадобилось, но, к сожалению, власти демонстрировали полное нежелание. Они находились в значительной степени в прострации и не искали союзников, а союзники могли бы понадобиться. Не будем рассуждать на тему, почему они не видят союзников, это и так, по-моему, ясно, потому что для них пригожим социально свой, а мы для них социально чужие, мы ничего не наворовали за 30 лет. Но по итогам мятежа уже сейчас можно сказать, что ничего не изменилось. Дело ведь не только в отставке Шойгу или Герасимова, которое может произойти через месяц-два, а может и вообще не произойти. Дело в том, что никаких выводов из вот этого висения на лосочке власть не сделала. Ну, по крайней мере, их не видно. На самом деле, лахмусовая бумажка в данном отношении – это судьба самого Евгения Викторовича, который непосредственно руководил мятежом и являлся его основным мотором. Я уверен, что за Евгением Викторовичем стояли весьма серьезные фигуры из кооператива «Озеро». Кто конкретно науськивал его, там, Ротенберге или Ковальчуке, или там, Кириенко, я не знаю. Это слухи и домосу. Но то, что он действовал не только лишь сам, это понятно просто, ну, как на ладони. И сваливать все это на него, на его психованность, на его неадекватность, но это означает выгораживать реальных заговорщиков, на поддержку которых он рассчитывал. Но даже если выгородить их, то получается, что даже главный руководитель мятежа никак не пострадал. Вот сегодня на утро он находился в Санкт-Петербурге. Вчера он был в Москве, позавчера он тоже был в Москве. Сейчас он ликвидирует свои дела, я так понимаю, ликвидирует все свои компании, после чего, видимо, будет переезжать в Белоруссию. Но, извините, человек, который поставил страну на грань пропасти, по приказу которого были сбиты 7 летательных аппаратов, сейчас он говорит ПВО, а тогда он хвастался этим, я это прекрасно помню, как он хвастался тем, что его ПВО-шники сбивают российские вертолеты, боевые или не боевые. То, что он на свободе, то, что он не только не амнистирован, что он еще и свободно ходит по земле, но это просто нонсенс, я такого в истории не знаю. Нет, бывало в истории масса случаев, когда, чтобы погасить мятеж, вдохновители организаторов высылают за границу, ну, типа, или дают им сбежать за границу. Ну, я не знаю случаев, когда уже с высыланной за границу руководитель мятежа совершенно спокойно прилетает обратно и делает здесь свои дела, и никто на него не обращает внимания. Вы там совсем охренели на Старой площади, друзья? Я понимаю, конечно, что у вас мозгов никогда особо не было, да и те пронюхали белым порошочком. Но вы фактически провоцируете следующие мятежи. Вы что, думаете, на этом кончится? Вся армия вас ненавидит. Вся армия ненавидит Шойгу. Вся армия ненавидит Герасимова. Вы что, думаете, господин Золотов, удравший из Москвы, остановит армию, если она пойдет на Москву? Если найдется... В этот раз не пошли, в значительной степени не поддержали, потому что господин Пригожин не пользуется в армии авторитетом. Крайне мере, у большинства военных. Он слишком много дерьмана говорил на армию. Причем не на конкретных лицах, а именно на армию, на всю целиком. Петушками, извините, его органы, его, как говорится, СМИ называли армией регулярно. Всех вообще. А если это будет не другой человек? Если вы доведете ситуацию до края, и когда военные просто пойдут и скажут, ну, хватит, надоело. Поразительно. Знаете, как напоминает, что выскочили в окна, а потом вернулись и делают вид, что все нормально. Продолжают праздничный банкет. Рецепты того, что необходимо сделать, я повторял много раз. Нам необходимо понять, что мы ведем большую тяжелую войну и перестраивать государственный аппарат, а также персоналии, которые в этом государственном аппарате, иначе никак, под победу в данной войне. Договорничка не будет. И то, что смута не состоялась прямо сейчас, это очень большое счастье. Но если ничего не делать дальше, она неизбежно наступит и достаточно скоро, к сожалению, что меня ни разу не радует.